Вагит Юсуфович Аликперов, предприниматель и управленец, генеральный директор производственного объединения «Кагаламнефтегаз», заместитель и первый заместитель министра нефтегазовой промышленности СССР, президент нефтяного концерна «Лангепасурай» Кагаламнефть, президент и совладелец крупнейшей нефтяной компании России «Лукойл», обладая личным состоянием 8,9 млрд долларов. В 2016 году занял 9 место в списке 200 богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes. Биография Вагит Аликперов родился 1 сентября 1950 года в поселке Степан-Разин в семье нефтяника и был пятым ребенком в семье. Его отец Юсуф Кербалаевич Аликперов, ветеран Великой Отечественной войны, работник исполкома, по национальности азербайджанец, а мать Татьяна Федоровна Бочарова, русская, казачка. Отец умер в 1953 году, когда Вагиту было 3 года и мать воспитывала детей одна. С 1972 по 1974 год Вагит Аликперов работал оператором по добыче нефти и газопроизводственного объединения «Каспмарнефть». В 1974 году окончил Азербайджанский институт нефти и химии по специальности горный инженер по технологии комплексной механизации и разработки нефтяных и газовых месторождений. В период с 1974 по 1979 годы работал старшим инженер-технологом районной инженерно-технологической службы Н2, начальником смены, мастером по добыче нефти и газа, старшим инженером, заместителем начальника нефтепромысла НГДУ имени Асеребровского «Каспмарнефть». В дальнейшем трудился на различных руководящих должностях в нефтедобывающей промышленности. 1979, старший инженер нефтепромысла Н2НГДУ, Федоровскнефть, Сургутнефтегазглавтиминнефтегазминистерства нефтяной промышленности СССР, Г. Сургут, Семенская область, член КПСС, 1979-1980, начальник нефтепромысла Н2НГДУ, Федоровскнефть, 1980-1990, 1981, начальник центральной инженерно-технологической службы НГДУ, Холмогорнефть, Сургутнефтегаз, ПОСС, Ноябрьскпуровского района Тюменской области, 1981-1983, главный инженер, заместитель начальника НГДУ, Леонтарнефть, Сургутнефтегаз, ПОСС, Леонтар Сургутского района Тюменской области, 1983-1985, начальник НГДУ, ПОСС, НГДУ, Сургутнефтегаз, ГОР, Коголым, Сургутского района Тюменской области, 1985-1987, Первый заместитель генерального директора ПОС, БАШнефт по Западной Сибири, Министерство нефтяной промышленности СССР, Г. Коголым, 1987-1990, генеральный директор ПОС, Коголым, нефтегаз, главтимин нефтегаза, Г. Коголым, 1990-1991, заместитель министра нефтяной и газовой промышленности СССР, 1991-1992, первый заместитель министра нефтяной и газовой промышленности СССР, 1992-1993, Президент нефтяного концерна «Лукойл», 1993 год, президент УАО «Лукойл», с 2007 года, учредитель фонда региональных социальных программ «Наше будущее», с 2010 года, член совета фонда «Сколково», В 1995 году Олег Перв был избран председателем Совета директоров Банка «Империал», в том же году он был включен в состав коллегии Министерства топлива и энергетики, глава «Лукойла», развил в Белоруссии крупный бизнес, у него в собственности один из крупнейших частных нефтетрейдеров, занимающийся поставкой нефти, ее переработкой и экспортом, Крупнейшая частная сеть АЗС, а также совместное предприятие по производству моторных присадок на Новополуцком, Нафтане, состояние, по данным журнала Forbes, личное состояние Олег Первого на 1996 год составляло 3,7 миллиарда долларов Первый размер заработной платы Олег Первого официально был обнародован в 2002 году в связи с предстоящим размещением идеи смога с пакет акций компании На тот момент, согласно потилетнему контракту, зарплата президента «Лукойла» составляла 1,5 миллиона долларов США в год, плюс ежегодный бонус – 3,336 миллиона долларов США Согласно рейтингу журнала Forbes, опубликованному в марте 2009 года, состояние Олег Первого достигло 17,8 миллиарда долларов США Он занял 27 место в мировом рейтинге самых богатых людей По данным на 16 февраля 2012 года, Олег Первого занимал пятую позицию в списке самых богатых россиян с состоянием в 10,6 миллиарда долларов В 2015 году в списке Forbes занял 6 место с состоянием 12,2 миллиарда долларов Общественная деятельность Вагит Алекперов ведет обширную общественную и благотворительную деятельность Его главное детище в этой области – Фонд региональных социальных программ «Наше будущее» основан в 2007 году и с тех пор активно продвигает и поддерживает социальное предпринимательство в России Также Вагит Алекперов входит в Совет фонда «Сколково» и является основателем ряда других благотворительных организаций В октябре 2015 года в особняке Зиновьевых в Юсуповых в Большом Афанасьевском переулке состоялось открытие Международного музея нумизматики, основанного Вагитом Алекперовым В нем выставлена нумизматическая коллекция Алекперова Предварительно миллиардер провел реставрацию здания, которая длилась пять лет Вагит Алекперов неоднократно публично заявлял и подтверждал, что согласно составленному завещанию принадлежащий ему пакет акций Лукойла будет передан в специально созданный благотворительный фонд Научная деятельность Уже будучи главой Лукойла Вагит Алекперов защитил диссертацию на тему формирования условий обеспечения устойчивого развития вертикально интегрированных нефтяных компаний На примере возглавляемого им предприятия и в 1998-м получил степень доктора экономических наук В том же году были опубликованы две его книги В 2014-м Алекперов был удостоен звания почетный профессор Волгоградского государственного университета Также Вагит Алекперов является действительным членом Российской академии естественных наук Наградой Орден за заслуги перед Отечеством Две степени За большой вклад в социально-экономическое развитие России Орден за заслуги перед Отечеством Три степени За большой вклад в развитие нефтегазового комплекса и многолетний добросовестный труд Орден за заслуги перед Отечеством Айви степени Орден дружбы Орден знак почета Медаль за освоение недроразвития нефтегазового комплекса Западной Сибири Орден слава За заслуги в развитии экономических связей между Азербайджаном и РФ Орден Мадарский всадник Степени Орден достык две степени Дважды лауреат премии правительства Российской Федерации Орден преподобного Сергия Радонежского 2 и 3 степеней Орден святого благоверного князя Даниила Московского 2 и 3 степеней Лауреат национальной премии бизнес-репутации Дарин Российская академия бизнеса и предпринимательства В 2001 году Звание Почетный профессор Волгоградского государственного университета В 2014 году Личная жизнь Вагит Олег Перв Женат Супруга Лариса Викторовна Олег Перв В 1990 году у него родился сын Юсуф, окончивший в 2012 году РГУ нефти и газа им Губкина по специальности разработка и эксплуатация нефтяных месторождений Свободное время предпочитает общаться с друзьями, путешествовать, играть в теннис, отдыхать предпочитает в Крыму Хобби Вагита Олег Первого Нумизматика Существование коллекции было подтверждено в октябре 2015 года Точный состав ее неизвестен, но, по некоторым данным, она входит в тройку крупнейших частных собраний в России По данным Forbes, в частном музее Нумизматики Олег Первого выставлены более 700 монет, что составляет около четверти от всей коллекции В основном ее составляют золотые монеты от античности до царской России, небольшое количество серебряных монет, а также три плотяновые монеты Критика Весной 2016 года в СМИ активно обсуждалась появившаяся информация о покупке Вагита Олег Первым виноградников в Крыму Вскоре после присоединения полуострова к России Компания «Элиас», предположительно аффилированная, с миллиардером, купила 36 гектаров бывших виноградников «Массандры» При этом за участок по условиям продажи предназначено исключительно для выращивания винограда Было заплачено в несколько раз больше его рыночной стоимости В связи с этим высказывались опасения, что новый владелец может заняться застройкой этих земель, а виноградники уничтожить Наибольшие критики в связи с вероятной сделкой Олег Первым подвергся со стороны украинских СМИ Российские же правоведы указывали на высокий риск санкций в отношении предпринимателя со стороны Евросоюза и США В случае, если информация о покупке подтвердится